В Боеводском районе Сардаринской области открылась новая текстильная фабрика. Комплекс оснащен современным оборудованием от ведущих компаний Германии и Турции, которые позволяют производить более 7000 тонн пряжи. Тем временем эффективное использование имеющихся возможностей по совершенствованию работы в хлопково-текстильном направлении на основе кластерного метода повышает экономические показатели и положительно сказывается на обеспечении занятости населения. Более 7200 тонн пряжи. Именно такой объем, ориентированный в основном на экспорт продукции, позволяют ежегодно выпускать технологические мощности с данного в эксплуатацию современного предприятия в Боеводском районе Сардаринской области, который также сегодня охвачен обновлением позитивными переменами. Акцент делается на максимально эффективное использование имеющихся широких возможностей по совершенствованию работы в хлопково-текстильном направлении на основе кластерного метода, создавая единую цепочку добавленной стоимости от выращивания хлопка-сырца, его переработки, вплоть до выпуска готовой продукции. Что не только повышает экономические показатели, но и положительно сказывается на обеспечении занятости населением. Кстати, с реализацией данного проекта создано 400 новых рабочих мест для сельчан, особенно молодежи. Открытие объекта стало поистине большим событием для бояутцев. Бояутский район располагает 11 тысячами гектаров хлопковых полей. Данное предприятие полностью может перерабатывать весь урожай в районе. При нем также заработала система дошкольного образования на 150 мест. Кластерная система дает мощный толчок социально-экономическому развитию территорий. Один килограмм пряжи можно сегодня реализовывать по 10-15 долларов. Если в Бояутском районе экспорт в этом плане составлял 5 миллионов долларов, то в течение двух лет есть возможность повысить данный показатель до 20 миллионов долларов. На возведение данного предприятия были направлены инвестиции в размере 20,5 миллионов долларов США. Его оснастили современным оборудованием от ведущих компаний Турции и Германии. На первом месте качество, которое и определяет дальнейшее развитие производства. Я была без работы. С открытием данного предприятия решился вопрос и моего трудоустройства. Условия хорошие. Работаю за оборудованием, которое производит пряжу из хлопкового волокна. В области по итогам 2021 года глубокая переработка хлопка сырца составила в среднем 70%. С вводом в строй данного предприятия этот показатель возрос до 85%. Последующая работа послужит дальнейшему росту в этом направлении. И это лишь начало в перспективе реализации очередных смелых решений, которые обеспечат законченный цикл производства. А это как значительное увеличение доходов, так и расширение возможностей по трудоустройству местного населения. Дальнейшее повышение его благосостояния.